МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – В футбольное поле, там что могло притянуть молнию? – Металлические ворота, однозначно. Потому что это как раз тот объект, который стал ориентиром для разряда молнии. И так как напряжения сверхвысокие, токи – это сотни килоампер, поэтому электрическое поле очень сильное. И вот когда ток молнии уходит в землю, растекается он. – То есть удар мог быть не в человека, а в ворота, и потом уже по земле шёл разряд и ударил людей. – По земле идёт разряд. – Потому что там пострадавших несколько, 3 или 4 человека пострадавших. – Да, и вот в энергетике есть понятие шаговое напряжение. – Это разность потенциалов между ступнями ног. И она оказывается достаточно высокой и опасной для жизни человека. Если разряд мог попасть и непосредственно в человека, тогда бы человек сгорел. – От удара, да? – То есть это очевидно было бы, да? – Да, ну потому что там высокая температура, плазма – это… Но то, что идёт уже из земли, вот это напряжение, которое воздействует на человека, и ток, который проходит по телу человека – это, безусловно, опасные вещи. – Как минимум, не нужно было играть во время грозы в футбол, да? – Это очень опасно. – Даже если это город, а не поле какое-то. Мы знаем, что очень часто в поле именно попадает, в человека, ну потому что действительно поле там ровное, и человек самое высокое там. – Вот во всём городе это чистая площадка. И если даже где-то стоят молнииотводы, у каждого молнииотвода есть просто зона защиты. Эти зоны защиты рассчитываются, определяются, это делают студенты на занятиях. Они знают, что зона защиты зависит от высоты молнииотвода. Чем выше молнииотвод, тем больше у него зона защиты. Зона защиты, она имеет форму конуса. – Всё поле, оно точно бы не закрыло, естественно, да? – Конечно, конечно. – И если защищать молнииотводами всё поле, то надо рассчитать, сколько этих молнииотводов должно быть установлено, и какой они высоты. – Ну почему нереально? – Можно, да? – Это не так дорого, и это возможно установить. Но я просто думаю, что на все здания, на все поля установить, наверное, молнииотводы не получится. – Нет, такой необходимости нет. Но вообще устраивать матчи во время грозы, это связано с определённым риском, потому что нет молнии защиты. Скажем, объекты, которые часто подвергаются разрядам молнии… – А это какие, высокие объекты или неважно? – Ну, это линии электропередачи, это подстанции, ну, скажем, объекты энергетики. Так вот, линии электропередачи, они протяжённые, они собирают очень много разрядов молнии. Поэтому, значит, кроме того, что есть три фазы, над ними, сверху протягивается трос, который является молниеприёмником, и он защищает линию от прямых ударов молнии, и это предотвращает… Если вот молния попадает в провод, он просто выгорает. Ну, температура разряда такая, что нарушается. Если попадает заземлённый трос, то ток молнии отводится по заземлителям в землю. То есть, таким образом, ну, обеспечивается надёжность электроснабжения. – Хорошо. А тогда можно сказать, что все дома должны в обязательном порядке иметь молнииотвод? – Значит, все дома нет, а вот высотные здания, они обеспечиваются молнией защитой. Но там на крыше не устанавливаются отдельные стержни. Молния защита выполняется в виде заземлённой сетки. На крыше металлическая сетка с определённым шагом укладывается. Потом выполняются спуски тока от воды и надёжное заземление. – Можно сказать, что даже зонтик в руках, допустим, где-то в поле на открытом пространстве, ты открываешь этот зонтик, и он может притянуть тоже металлический зонтик? Или это всё-таки навряд ли, да? – Нет, это, конечно, навряд ли. – Это экзотика уже. К реалии она… – Не имеет такого, да? – Конечно. Ну, если этот зонтик поднять хорошо повыше, чтобы он был выше всех остальных объектов, то вероятность повысится. – По крайней мере, мы знаем из детства, что точно нельзя в поле, если там одинокое дерево, под дерево прятаться, да? Как раз вот то, о чём вы говорили, то есть опасность, что молния ударит. – Конечно, конечно. И жизнь показывает, что эти одиночные деревья очень часто поражены молнией, они сгорели от того, что там были разряды молнии. – Скажите, а это не могла быть какая-нибудь шаровая молния, или она только в помещении появляется? – Нет, шаровая молния – это экзотика. – Она вообще существует? – Она существует, но она достаточно слабо изучена, потому что если посчитать ущерб от воздействия шаровых молний и обычных молний, которые, значит, облако Земля, разряды идут между отдельными областями облака. Может, заряд одного знака сосредоточится в одной части облака, другого знака в другой, плюс-минус, идёт разряд. Но нас-то они не интересуют, эти разряды, потому что они нам не мешают жить. Изучаются разряды, которые идут между облаком и землёй. – А вот то, что в это время не только гроза была, но и дождь шёл. Вот вода, она ещё, наверное, усилила проводимость, да? – Конечно, конечно. – Потому что поэтому и, в принципе, разряд почувствовали все ребята, которые играли в футбол, а трое или четверо пострадали, один, к сожалению, скончался. – Об этом я и говорю, что проводимость грунта стала выше. – И расстояние, куда распространился ток, который истекал, оно оказалось больше. – Гораздо больше, да. – Если бы сопротивление было выше, тогда бы площадь была меньше поражена. – А не может быть такого, что там где-то рядом проходил, допустим, кабель, электрокабель, и он притянул, допустим, рядом с футбольным полем? Откуда мы знаем? – Нет, такого тоже не бывает. – В принципе, эта документация, наверное, есть. – Сейчас будут поднимать всё, конечно. – Сейчас будут проверять, потому что это ЧП. – Ну, кабельные линии, они в свинцовой оболочке, они все в земле заземлены, у них хорошее заземление, поэтому, скорее всего, это не тот случай. – Что можно сказать всё-таки людям, для того, чтобы трагедия не повторилась? Вот есть какие-то рекомендации? Ну, то, что мы сказали, если в поле, да, не под дерево, не прятаться. – Ну, как мы выяснили, зонтик не так страшно, то есть у вас в руках. – Ну, лучше, лучше судьбу не испытывать. – Да, то есть, по крайней мере, если идёт дождь и гроза, даже в городе, получается, да, то есть можно оказаться вот в такой ситуации, потому что это… Ну, я, если честно, не помню таких случаев, чтобы в городе произошла такая трагедия, чтобы упал на футбольном поле. И всё-таки были такие на вашей памяти. – Бывают случаи, ну, есть и на моей памяти, что иногда разряды ведут себя непредсказуемо, потому что, ну, во-первых, мы видим только то, что вот на поверхности Земли мы не видим то, что под землёй. И когда иногда стоит объект, ну, скажем, литейный цех на заводе, где уж металло сосредоточено более чем, а в 20 метрах от него поражает молния человека. – Вот как, да, что, то есть, не изучено тогда? – Ну, случайное явление есть, то есть что-то повлияло на выбор места разряда молнии. И поэтому, вот, однозначно сказать, что молния будет, значит, ударять только туда, куда ей мы верили. – Ну, а всё-таки можно сказать, что надо подальше всё-таки от металлических предметов? Ну, несмотря на то, что вот вы привели пример, но тем не менее, вот есть такая опасность, что притягивает? – Ну, в принципе, да. Лучше, скажем, не заходить на детскую площадку, где металлические качели, где всякие горки, вот эти вот. Ну, это создаёт, ну, скажем, неоднородность поля, а электрическая прочность неоднородного поля намного меньше, чем однородного. Это, ну, тоже физика. И без нужды выходить во время грозы на открытое пространство. – Даже в городе. – Даже в городе резона нет. – Лёва Николаевна, большое спасибо вам за беседу. К сожалению, вот в такой, скажем так, трагический случай свёл нас. Но я думаю, что мы обязательно с вами встретимся и поговорим о каких-то научных, скажем так, открытиях. Я напоминаю, что у нас в гостях была доцент кафедры электроснабжения промышленных предприятий Алтайского государственного технического университета Любовь Николаевна Татьянченко. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»